Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, что вы знаете о любви, верности и необоснованной агрессии? В человеческом мире вышеперечисленные эмоции обычно становятся причинами бытовых ссор между приматами. Однако наш сегодняшний гость совместил несовместимое и ввел это все в свой обыденный мир пернатых. Встречайте лебеди – род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных. Всего род состоит из шести видов – американский лебедь, лебедь-кликун, лебедь-трубач, лебедь-шипун, черношейный лебедь и черный лебедь. Белые лебеди облюбовали северное полушарие. Встретить пернатых можно по всей Евразии. Но, увы, любовь к родине может согреть лишь душу, но не тело. Поэтому зимой лебеди улетают в теплые края. Это крупные или средних размеров птицы. Самцы обычно крупнее самок – размах крыльев до трех метров, а масса может достигать 15 килограммов. Оперение лебедей по своей окраске в зависимости от вида бывает либо чисто белого, либо серого или черного цвета. Лебеди характеризуются очень длинной и тонкой шеей, позволяющей в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи. Крылья длинные и широкие. Да, редкий человек не восхищается лебединой красотой. И это на самом деле так. Однако за приятной наружностью часто прячется агрессивная птица со скверным характером. В обывательском представлении лебедь – это чистое, беззащитное, доброе существо. Однако в дикой природе птица не всегда соответствует своему красивому образу. Зачастую это неуживчивая птица со вздорным и даже злобным характером. А еще она может постоять за себя. Лебедя часто называют царской птицей, и пернатый монарх в полной мере оправдывает столь громкий титул. Лебедь, словно величественная ладья, плывет по волнам. Если кто-то посмеет усомниться в его величии, то он немедленно познает силу крепкого клюва и мощных крыльев. Царь птица часто задирает уток, гусей и других водоплавающих птиц. Иногда от неуживчивого характера страдают птенцы этих самых водоплавающих птиц. Известен не один случай, когда царь птица нападала на выводки уток и гусей. Особенно достается уткам, которые в силу небольших размеров не способны дать отпор наглому агрессору. По рассказам охотников, порой лебеди уничтожают все утиные выводки, находящиеся вблизи водоема. Лебедь агрессивно ведет себя не только на водоеме, но и на берегу. Пернатый разбойник без раздумий нападает на стаи других птиц. Его даже не смущает численный перевес противников. Не до конца ясно, с чем связано подобное поведение. Скорее всего, все дело в размерах водоема. На Большом озере лебедь без проблем уживается с другими водоплавающими птицами. А вот городской прудик, или маленькое озерцо, он считает слишком маленьким, чтобы делить его с другими птицами. Кстати, лебедю никто не сказал, что человек — это венец природы. Поэтому птица по отношению к Homo sapiens зачастую ведет себя агрессивно, нагло и вызывающе. Она нападает на одиноких пловцов, атакует рыбаков и отдыхающих на пляже. Не жалует она и животных, прирученных человеком, собак и домашних водоплавающих птиц. Особенно достается собакам. В них лебеди видят прямую угрозу своему потомству. Прибавьте к этому прочие шалости нашего героя — осенние набеги на поля сельскохозяйственного назначения, вылазки в огороды дачников и на пляжи, которые он обильно пачкает своими экскрементами. А помните, в сказке о царе Салтане беззащитная царевна лебедь едва не становится жертвой коршуна? Однако в дикой природе лебедь себя в обиду не даст. Это мощная агрессивная птица, способная дать отпор почти любому хищнику. Ударом крыла лебедь может оглушить лесу или даже молодого волка, причем часто он сам нападает на хищников. У хищных птиц и вовсе практически нет шансов против взрослого лебедя, за исключением крупных видов орлов и беркутов. В основном жертвой хищников становятся лебедята и молодые особи. Иногда ими лакомятся не только хищные птицы и млекопитающие, но даже крупные пресноводные рыбы вроде щуки или сома. Ну и немного о лебединой любви и верности. О лебединой верности сложено и рассказано сотни легенд. Эти грациозные птицы считаются символом преданности, любви, добра и благородства. Полагают, что пернатый создаёт пару один раз в жизни, а когда партнёр умирает, одинокий лебедь погибает от тоски. Однако и здесь людишки не обошлись без преувеличений. По своей природе лебеди действительно однолюбы, но предания преданности этих пернатых всё же приукрашены. Пара этих горделивых птиц образуется под конец зимы, когда самки готовы к спариванию. Иногда одинокие самцы даже пытаются отбить партнёршу из уже сложившейся пары, завязывая драку. Особенностью воспетой верности лебедей служит то, что пары сохраняются не только в период спаривания, но также и во время гнездования. Строительством гнезда занимается только самка, аккуратно укладывая ветки или части растений в большую кучу. Задача самца – это охрана гнезда, поэтому он всегда старается оставаться неподалёку. Вылупившихся птенцов воспитывают оба родителя. Эти факты как раз и стали предметом идеализации лебединых отношений. Но стоит отметить, что если один из пернатых умирает, природа берёт своё. Зрелая особь вскоре находит нового партнёра и не погибает, мучаясь тоской. Единственное, что верно в человеческих выдумках, это то, что, потеряв партнёра, одинокий лебедь мечется над водоёмом, поднимая жалобный крик. Только вот длится такое поведение один-два месяца, после чего овдовевший лебедь не умирает, а находит нового спутника. Потомство обычно выращивается обоими родителями, опекающими птенцов в течение одного-двух лет после рождения. Птенцы питаются различными водными личинками, добываемыми у берегов и на мелководьях, и в меньшей степени растительной пищей. Взрослые птицы, кроме мелких водяных животных, питаются водными растениями. Одинокими иногда становятся лишь старые лебеди, потерявшие свою половинку. А средняя продолжительность жизни красивой, но агрессивной птицы со скверным характером 20-25 лет. А вы верите в любовь и верность среди приматов? Напишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok